Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже фирмы La Nosa серия Zerda. Это пряжа 30% альпаки и 70% дралона. То есть пряжа довольно-таки мягкая и нежная. И благодаря альпаке имеет вид вот такой вот немножечко такие ангоровые вплетения, скажем так, получается мохнатая немножечко пряжа. Вот. И у нее метраж 175 метров в 100 граммах. Довольно-таки плотная. Вязать мне с нее очень понравилось. Я вязала четверкой с половиной спицами. Здесь рекомендую четыре с половиной пятерка. В принципе соглашусь. Но для более плотного вязания, такой как резиночки, либо допустим это какая-то плотная лицевая гладь, то можно использовать и четверку. Четыре с половиной рекомендуют крючок. Я, честно говоря, крючком не вязала. Но и мне кажется, что для такой пряжи слишком тугое получается вязание. Поэтому крючок я, конечно же, на эту пряжу рекомендовать не могу. Если кто-то что-то вязал, пожалуйста, напишите в комментариях. Обязательно рассмотрим. Далее. Что касается по уходу пряжи. Здесь рекомендуют ухаживать ручной стиркой. 30 градусов стирка. Вот. Отжим тоже не рекомендуют. И глажку тоже не рекомендуют. Я вязала из такой пряжи детскую кофточку. Мне понравилось. Довольно-таки плотное получается вязание. Красивое переплетение. Ниточка равномерная, мягкая, нежная, то есть не колкая. Из такой пряжи можно связать не только кофточки, кардиганы, но и аксессуары, такие как шапочки, шарфики и так далее. То есть для тех, кто хочет получить цену, качество, то эта пряжа довольно-таки хорошо подходит. Очень нежная. Вот. И мне понравилось в этой серии Зерда то, что цветовая гамма, конечно же, интересная. Здесь нет четких каких-то выраженных цветов. Здесь есть основной цвет и переплетение нескольких цветов в одной ниточке. То есть есть здесь и вот у меня, допустим, нежно-розовая пряжа. Здесь есть и легкие серые плетения именно шерсти. Есть сиреневые попадались, розовые. То есть пока я вязала, довольно-таки неординарное получилось в итоге изделие по цвету. То есть оно не получилось бледно-розовое, а получилось такое вот слегка играющая гамма. Точно так же и синий я видела. Там серо-такие темно-синие плетения. Вот. Мне тоже очень понравилось. Вот. В принципе, эту пряжу я рекомендую использовать. Конечно же, кто что вязал, делитесь в комментариях. Обязательно рассмотрим. Вот. В принципе, все сказала. Конечно же, кому понравилось видео, лайкайте. Не забывайте подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Всем хорошего настроения, ровных петель. Пока-пока.